Уважаемый Николай Бавлович, уважаемые коллеги, рад нашей новой встрече. Прежде всего, хотел бы вам передать самое наилучшее пожелание от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вы на днях с ним как раз разговаривали по телефону и обсудили наиболее важные вопросы нашей двусторонней повестки. Ну и, в свою очередь, хочу попросить вас передать слова приветствия президенту Армении, уважаемому Вагну Гаргановичу Хачатуряну. Мы искренне дорожим союзническими и партнерскими отношениями с Арменией. Наши страны связывают добрые братские отношения, опирающиеся на историческую дружбу российского и армянского народов. На уровне правительств ведется активнейшая работа по укреплению торгово-экономического взаимодействия. И, несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше сотрудничество успешно развивается. Россия является ведущим партнером внешнеторговым и главным сейчас инвестором в экономику Армении. Приведу примеры. В январе-ноябре взаимный товарооборот вырос на 77% по сравнению с 2021 годом. Соответственно, он превысил 4 миллиарда 100 миллионов долларов, что является рекордом на сегодняшний день по нашей взаимной торговле. Объем накопленных российских инвестиций составляет порядка 2 миллиардов долларов. Более 40 ведущих российских компаний работают на армянском рынке. Входит в число крупнейших налогоплательщиков Армении. Предлагаем активнее запускать новые совместные проекты. Мы сейчас с вами, уважаемый Николай Павлович, обсуждали подробно промышленную интеграцию, ну и сферы, которые традиционно могут быть интересными. Это мирный атом, это сфера энергетики, это сфера горнорудной промышленности, в транспорте, в логистике, в цифровых технологиях. Практические вопросы решаются на уровне нашей межправкомиссии. Ее возглавляет с нашей стороны Алексей Логович. Также действует программа экономического сотрудничества до 2025 года. Наше сотрудничество также расширяется по линии российского экспортного центра. Уже организовали 24 бизнес-миссии в Армению за 2022 год с участием десятков регионов России. У армянских предпринимателей появились сейчас отличные возможности для работы на нашем рынке в связи с уходом недружеских государств с него. Но я имею в виду не только крупный бизнес, но также малые и средние предприятия, что будет способствовать росту рабочих мест. И традиционно особое значение, конечно, мы придаем нашему образованию. В российских вузах обучается около 5000 армянских студентов. На предстоящий учебный год выделено квотов 250 стипендий по линии правительства Российской Федерации. Мы традиционно, уважаемый Николай Павлович, выступаем за разблокирование экономических и транспортных связей в Закавказье. Считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана. Создание новых транспортных и инфраструктурных маршрутов отвечает всем интересам всех государств региона. Ну и готов обсудить с вами, уважаемый Николай Павлович, все актуальные вопросы нашей двусторонней повестки. Спасибо большое, Михаил Владимирович. Уважаемые коллеги, рад всех вас видеть. И вы подчеркнули, что у нас появилась новая динамика в сфере торгово-экономических отношений и взаимной торговли. Это действительно так. У нас очень хороший и большой рост. И я неоднократно об этом говорил, что есть, конечно, некоторые объективные предпосылки, но я хочу подчеркнуть в этой динамике особую личную роль Владимира Владимировича Путина, вашу личную роль и роль в эти примеры Российской Федерации Александра Владимировича Аверчука, потому что, вы знаете, к сожалению, у нас очень часто появляются логистические проблемы. И мы очень благодарны, что каждый раз вы очень оперативно реагируете и принимаете решения, которые способствуют быстрому решению этих проблем. В сфере экономики у нас все хорошо. Вы знаете, что Российская Федерация – ключевой партнер в сфере безопасности для Республики Армении. И, к сожалению, у нас не очень хороша ситуация в сфере безопасности. Вы знаете, что сейчас более чем один месяц уже заблокировано. Лачинский коридор, который, согласно трехстороннему заявлению президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армении, должен быть под контролем российских миротворцев. Сейчас получается, что Лачинский коридор не находится под контролем российских миротворцев, что создает конкретные проблемы. И сейчас можем сказать, что в Нагорном Карабахе развивается гуманитарный кризис. И это очень важный и чувствительный вопрос в наших двусторонних отношениях. И мы, к сожалению, в сфере безопасности у нас здесь некоторые вопросы в многостороннем формате, в УДКП. И мы надеемся, что нам удастся решить все эти вопросы. И мы работаем, мы заинтересованы. Но пока, если честно сказать, не намечается никаких конкретных продвижений по этим направлениям. И во время Ереванского саммита УДКП нам казалось, что мы пришли к конкретным договоренностям по поводу открытия региональных транспортных и экономических коммуникаций. И Владимир Владимирович приехал с конкретными предложениями. И мы согласовали нюансы выполнения этих согласованных вариантов открытия региональных коммуникаций. Но, к сожалению, потом эти договоренности не удалось выполнить из-за деструктивной и контрпродуктивной позиций Азербайджанской республики. Но вы знаете, что мы не только готовы, но и заинтересованы в открытии транспортных и экономических коммуникаций. Потому что фактически Республика Армения в течение последних 30 лет находится в состоянии блокады со стороны Азербайджана. И мы, конечно же, очень заинтересованы, чтобы открылись все транспортные и экономические коммуникации в регионе. И мы считаем, что это должно происходить в соответствии с законодательством Республики Армении. И я имею в виду девятый пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. И это мы уже более конкретизировали в трехстороннем заявлении от 11 января 2021 года. И мы неоднократно об этом говорили, что в проектах и в исполнении содержания 9 пункта трехстороннего заявления мы должны действовать согласно законодательствам тех стран, по территориям которых проходят вот те коммуникации, которые имеются в виду в девятом пункте трехстороннего заявления. Но, конечно же, повестка наших отношений очень широка. И я надеюсь, что мы и уверены, что сегодня поговорим по всем вопросам. Спасибо большое.